МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Автобус дальше не идет. Чуваш Автотранс прекратил рейсы в ряде городов и районов Республики. Готовь все на летом. Хозяйство региона заготавливают корма на зиму. Огонь, вода и сотни зрителей. В Чебоксарах прошел фестиваль водных фонариков. ЧП на строительстве кадетского корпуса. В субботу, 7 июля, там произошел обвал грунта. В образовавшуюся яму провалился грузовик. Водитель погиб. О причинах и необходимых мерах безопасности говорили сегодня на совещании главы Чуваши и правительства республики. По предварительным данным, обвал грунта произошел на месте бывшего туннеля бомбоубежища. Образовавшуюся яму глубиной 5 метров угодил грузовик. Водитель попытался выйти из кабины, но его засыпало землей. По данному виду работы, соответственно, не были завершены работы по демонтажу бомбоубежища. Соответственно, проводилось вибрационное уплотнение грунта. И один из туннелей входной группы в бомбоубежище предварительно обрушилось плита, соответственно, и принесло за собой обвал грунта. Это оценка, так скажем, это обизуальная оценка, которая была осуществлена практически сразу после момента уже непотряслено инцидентом. По словам министра строительства Владимира Михайлова, демонтаж старого туннеля был предусмотрен проектом. На эти цели даже заложены средства. Почему так получилось, предстоит выяснить. Следственный комитет возбудил дело о несоблюдении правил технической безопасности. Глава республики поручил оказать семье погибшего рабочего материальную помощь. В районах Чувашии полным ходом идет заготовка кормов. По данным Минсельхоза республики, рабочих рук и техники достаточно, чтобы справиться с поставленными задачами. Запасти не менее 100 тысяч тонн сена, 234 тысячи тонн сенажа и около 250 тысяч тонн силоса. По состоянию на сегодняшнее утро во всех хозяйствах Чувашии скошено около 180 тысяч гектаров многолетних трав. Или 87% всех площадей. В некоторых районах первый укос уже завершен. В среднем же по республике показатели заметно выше, чем в прошлом году. Сергей Артамонов посоветовал руководителям хозяйства активнее сдавать корма на качественный анализ. Эта процедура, хоть и не является обязательной, позволяет зоотехникам прогнозировать прибавку веса, надои и другие параметры. Сейчас хозяйство готовится к уборке зерновых. С учетом складывающих погонных условий, ожидаемый срок выхода на уборочные работы третьей декады июля, можем перейти по некоторым культурам на первую декаду августа. Обычно в Яльческом районе выходили 13 июля каждый год после Петрова на следующий день, после второго дня. В этом году небольшое отставание, конечно, у нас не 14 ожидается. Имеющие в настоящее время мощности зерносушильного оборудования позволяют обеспечить сушку всего объема, поступившего при уборке зерна. Мощность хранения зерновых культур также позволяет обеспечить хранение производственного в республике зерна в полном объеме. Что касается урожая на сегодняшний день, запас продуктивной влаги повсеместно выше нормы или местами около нормы. Агрометеорологические условия для сельхозкультур были удовлетворительными, для тополюбивых культур малоблагоприятными из-за холодной заморозки погоды. Цены на зерно в этом году ожидаются более высокие, чем в прошлом. Благоприятные прогнозы и для производителей молока. Стоимость сырья перестала падать, а с учетом предпринимаемых мер ожидается ее рост. Обсудили виды на урожай овощей и картофеля. Глава республики напомнила о том, что покупателей должно удовлетворять соотношение цены и качества продукции. Свои производители, свои продавцы, поэтому здесь максимально вот эта связь производитель-покупатель без посредников максимально надо сделать. Елена Гальперин, Александр Петров, Республика. Со следующей недели в Чуваш-Автотрансе ведут конкурсное производство. Такое решение приняли кредиторы. К этой процедуре приступают, когда предприятие признано банкротом. С 5 июля перевозчик прекратил работу в ряде городов и районов. Временная замена уже найдена, сообщают в республиканском Минтрансе. Отменены рейсы в Канаше, Шумерле, Алаттере, Козловке, Новочебоксарске, Красночитайском и Козловском районах. Скоро к этому списку присоединятся и чебоксары. В столичной администрации сегодня завершился прием заявок на временные перевозки по 16 маршрутам. Единственный вопрос остается открытым по передаче в аренду подвижного состава временным перевозчикам, поскольку альтернативные перевозчики не обладают таким количеством автобусов среднего класса. Сейчас данный вопрос с менюстом прорабатываем. Я думаю, до 16 июля заместим по всем маршрутам новыми перевозчиками. Отметим, что по межмуниципальным маршрутам предприятие перевозки пока продолжает. О том, что Чуваш-Автотранс терпит убытки и имеет большие долги, известно давно. Вы знали, что должно происходить. Вы, соответственно, бездействовали и теперь констатируете просто так. Если транспорт должны были передать тем перевозчикам, которых не хватает транспорта, должны были это передать. Какие тут вопросы? Пассажир должен ездить, понимаете? Пассажир не останется без автобуса. Михаил Игнатьев поручил Минтрансу и Миномущества максимально ускорить процедуру передачи в аренду подвижного состава временным перевозчикам. Татьяна Леонтьевна, Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. В Чувашии отметили федеральный Сабантуй. Главные торжества развернулись на Красной площади Чбоксар. А у монумента матери-покровительницы в этот день даже появилась татарская деревня. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. От разнообразия костюмов на столичном Арбате разбегаются глаза. Чуваши, татары, мордва, морийцы сюда показать свою культуру. Приехали представители большинства проживающих в Республике Народов. Почетных гостей встречают с подносом чак-чака, караваем и чувашским квасом. Здравствуйте, господа. Добро пожаловать в гостеприимную солнечную Чувашию. В день Сабантуя Арбат – одна сплошная концертная площадка. На каждом квадратном метре поют и танцуют артисты двух регионов. Рустам Мениханов во время прогулки по городу с особым интересом изучал достопримечательности. Несмотря на плотный рабочий график, гости посетили и город мастеров. В нашей мишевке вы уже, конечно, знаете, что это и мировоззрение, и мир понимания чувашского народа отражалось в свое время. Сейчас, конечно, она здесь достаточно за эстетическим характером. Она характерна тем, что двусторонняя. Старт федеральному Сабантую дали на Красной площади. Глава Чувашии и президент Республики Татарстан отметили вклад в местные диаспоры. Лучшим из лучших вручили госнаграды. С праздником Рустам Мениханов поздравляет на двух языках. Здесь проживают 34 тысячи татар. Они здесь работают, просветают. И многому мы сюда возим наших татар и показываем, как надо работать и жить. Я хотел бы поблагодарить, Михаил Васильевич, Вас, Вашу команду за прекрасную организацию этого праздника на самом красивом месте. По мосту дружбы в татарское подворье. У подножия монумента возвели традиционную татарскую избу, чтобы показать соседям быт и культуру. В Сабантуе можно было и призы увезти. Ловкачи взбирались на бревно и бегали в мешках. Силачи поднимали гири и боролись на татаме. Это национальный вид спорта кереш. Федеральный Сабантуй отметили 18-й раз. Эстафету праздника плуга регионы принимают друг у друга. Переходящий символ Тулпор-Ад Чувашия получила у Астраханской области. В Чубаксары на Сабантуй приехали гости из более чем 40 субъектов страны. Для нас это высокая честь проводить этот праздник. Почему? Потому что это наша культура, российская культура. И у каждого народа есть своя культура, свои традиции, свои обычаи. Которые являются многогранной, уникальной культурой многонационального народа. Такие праздники, говорят, руководители субъектов сближают регионы. Между республиками налажены крепкие связи. Мы подставляем машиностроительную продукцию, продукцию нефтехимии. Получаем более 2 миллиардов продукции Чувашской республики. И вот мы сегодня посетили одно из современнейших предприятий электротехники. Целый кластер создан здесь и очень конкурентный продукт. В следующем году главы регионов договорились провести совместный всероссийский праздник Чувашской культуры Уяв. Не исключено, что его отметят в Казани. Но гости из Татарстана оценили гостеприимство местных жителей. Слова общие есть. Поэтому нам как в своем городе себя ощущают. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничество между народами президента Татарстана наградили орденом за заслуги перед Чувашской республикой. Соответствующий указ был подписан главой региона. Дальнейшее взаимодействие субъектов Михаил Игнатьев и Рустам Мениханов обсудили на рабочей встрече. Чуваши и Татарстан все равно, что сестра и брат. Изданные Чуваши и Татары жили бок о бок, помогая и поддерживая друг друга, обмениваясь традициями и обычаями. Сегодня в нашей республике проживают свыше 34 тысяч татар. В Татарстане 116 тысяч Чувашей. Я искренне благодарен вам за то, что мы в следующем дне нашей встречи дали дополнительные стимулы, чтобы наши отношения еще укреплялись. Россия, она многонациональная, многонфессанская стандартная. Она это не сильная, потому что мы храним свои истории, храним свои традиции. Вот мы приехали, говорим, наследовали, значит, с квасом, с хлебом, солью, щак-щаком. Это наша культура. Вот этим мы и богатые. Но не только культурное сотрудничество связывает Татарстан и Чувашию. Растет товарооборот. Предприятия активно развивают сотрудничество. К примеру, только Чебоксарская ЭКРА за прошлый год увеличила объем поставок в Татарстан в полтора раза. Чувашия по праву гордится электротехническим кластером. Республика Татарстан имеет прекрасную школу инженеров-энергетиков. Это позволяет проводить совместно научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в результате чего появляются новые классы изделий и оборудования. Доходы и расходы бюджета Чебоксара обсудили сегодня на еженедельном совещании в столичной администрации. За первые полугодия столичный бюджет исполнен на 41% от плановых показателей. Это почти 4,5 миллиарда рублей. Большую часть доходов составляют безвозмездные поступления. К ним относятся, например, финансирование из бюджетов других уровней. На втором месте налоговые и неналоговые доходы. Их поступило на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В городе ведется работа с должниками. По НБД тоже пока разыскиваем через суд, принимаем все меры для взыскания задолженностей. Особое внимание глава администрации Чебоксара Алексей Ладыков обратил на сбор неналоговых доходов, усиление работы по сокращению задолженности. Бюджет должен быть исполнен, поставил задачу руководитель администрации. Избавить город от неприятного запаха. Такое поручение на еженедельной планерке сегодня дал глава Чуваши. Кто портит воздух в Чебоксарах и какие наказания могут понести виновные? Подробности в следующем материале. Вот такие сообщения на форумах горожане публиковали 4 года назад. В пятницу я был в Лапсарах. Там воняла птицефабрика. И сейчас в городе такой же запах. Утро 9 июля 2018 года. Восы ныне там. В воздухе повис. Все тот же запах. Только что звонила супруга. В центре сейчас воняет даже еще сильнее, чем в прошлый раз. В источнике неприятного запаха горожане обвиняют крупную птицефабрику. Специалисты Роспотребнадзора уже провели внеплановые проверки. Жалобы подтвердились. На предприятии нарушили технологию переработки птичьего помета. У них имеются лагуны, где должно быть компостирование помета. В зимнее время в лагуны помещался помет. Возили сразу на поля. Напрямую, где были организованы прям свалки помета. Ну и в следующем тоже при ежедневном таком... При работе с птичьим пометом, технологией не забудется. В основном не применяются эти биопрепараты, которые предусмотрены технологией. Предприятию выданы предписания. Материалы передали в природоохранную прокуратуру. Не исключено, что будут возбуждены уголовные дела. Глава региона поручил принять все меры, чтобы раз и навсегда избавить горожан от неприятного запаха. На сегодняшний день, чисто технологично, мы со своей стороны, с юрмой, с юрисом, с должностными милициями, должны принять превентивные меры профилактического характера. Иначе, соответственно, последствия будут очень плохие. Дмитрий Ковалев, Елена Гальперина и Александр Петров. Республика. Журналисты Чувашей лучше всех в стране занимаются финансовым просвещением. Это стало известно в Москве на церемонии подведения итогов Всероссийского конкурса. Члены жюри Всероссийского конкурса в пятый год подряд выбирают лучшие публикации о микрофинансовом рынке. В этот раз на суд членов жюри представили свыше полутора тысяч материалов. Шорт-лист финалистов отобрали 56 работ. Авторов лучших статей и сюжетов пригласили в Москву. Мои коллеги, старший редактор Дмитрий Ковалев и режиссер Алена Лизунова были признаны победителем в номинации «Финансовое просвещение». Эксперты оценили цикл программ «Экономика в деталях». Авторы телепроекта рассказывают об историях успеха предпринимателей. Кроме того, моим коллегам вручили специальный приз от организаторов конкурса микрофинансового рынка. Для победителей провели и экскурсию по обычно закрытым залам Банка России. Здесь в фондах музея хранятся монеты античных времен, денежные знаки царской России и уникальные коллекционные экспонаты из чистого золота. В минувшую пятницу в Чебоксарах прошел фестиваль водных фонариков. О том, какие желания загадывали жители города, в нашем репортаже. Новогодний бой курантов, двойная радуга и падающая звезда. Поводов загадать желания у нас не так много и случаются они редко. Фестиваль водных фонариков стал еще одним. Я думаю, я загадаю, скорее всего, чтобы хорошо сдать экзамены. Сейчас уступительные различные, куча человек на одном месте, вообще во всех вузах. И поэтому мне удача как бы пригодится сейчас. Для своей семьи счастья, здоровья, чтобы у нас дочка росла, красавица, не болела. Что вы сегодня загадали, когда отправляли фонарик? Не скажу. Вот самый популярный ответ. Чтобы мир был. Мама корнями родом с Донецкой области. И вот поэтому для меня это очень важно. Пожелаю мира во всем мире. Это важно. А вот выход нашей сборной по футболу в полуфинал чемпионата мира. Судя по всему, никто не загадал. По одной из версий, традиция запускать водные фонарики пришла из Китая. В России такой фестиваль впервые прошел пять лет назад в Петербурге. В этом году к нему присоединились сотни российских городов. В природе мечты россиян навредить не должны. Ни одна утка при сегодняшнем фестивале не пострадала. Все фонарики мы вылавливаем сами, потому что мы заботимся об экологии и очень чутко к этому относимся. Ольга Пырычкина, Валерий Резюков, Республика. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы Республика. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова